Девушки отдыхают Раз делает автомобили достойные внимания общественности, то он действительно профессионал. В одной из наших передач мы уже встречались с сегодняшним гостем Стасом. Тогда он рассказывал про историю создания своего автомобиля Saab 9.5. Его уникальность заключалась в том, что столь экстравагантный автомобиль был сделан своими руками и был первым опытом. Но тот проект под слоганом My Way и вправду приопределил дальнейшую судьбу своего владельца. Он решил заняться тюнингом профессионально. Таким образом, в 2008 году он открыл собственное тюнинг-ателье, специализирующееся на доработке шведских машин. Но время идет, и теперь Стас со своими коллегами стал браться и за другие марки, как в случае с этим Гелендвагеном. Этот автомобиль в свое время заехал к нам в тюнинг-центр, можно сказать, в критическом состоянии. И мы его начали понемножечку восстанавливать, начали понемножечку делать. В тюнинге 99-го года плохо было, с кузовом были проблемы, была минимальная комплектация. Единственное, что здесь стояло хорошее и до сих пор стоит, и нетронутым остался двигатель. Двигатель пятилитровый. А все остальное пришлось восстанавливать, менять, делать, поднимать. Первоначально, значит, вы сделали каркас из нержавейки, расширители арок из нержавейки, бампера из 4-мм нержавейки. Потом заменула пола, тоже сделаны из нержавейки. Дальше изготовлены самостоятельно были молдинги, тоже из нержавеющих, подобранные болты. Значит, дошло до кузова. Ну, сделав кузов, отрихтовав его, восстановив, его обтянули пленкой. Причем пленка была выбрана необычная. Поначалу может показаться, что этот внедорожник обтянули уже под надоевшим порядком всем черным матовым винилом. Однако достаточно выглянуть солнышку, чтобы кузов машины засверкал тысячами искр. Причем за красоту пришлось платить кропотливым трудом. Дело в том, что это виниловое покрытие с алмазной крошкой очень плохо наносится на угловатые поверхности. Но труды стоили результата. Люфтанов ходовую. Подняли его на 35-е колеса. Подобрали диски. Придали ему внешний вид. Дальше началась такая отделка. Значит, ручки этого автомобиля все из натурального карбона. Изготавливались тоже нами. Зеркала из натурального карбона. Шноркель из карбона. Багажник. Это нержавейка. Вообще подобранный, немножко переделанный от Land Rover. Здесь стоят установленные канистры. Ну, это на случай, если эта машина куда-то ушла в дальний поход. Весь этот антураж вовсе не бесполезные цацки. Изначально проект подразумевал создание автомобиля для активного отдыха, охоты и рыбалки. Для этого тут есть все необходимое. И багажник на крыше, и огромный люк с электроприводом, и подножки вместо подлокотников на передних сиденьях, чтобы можно было высовываться в люк во время охоты. Все фары огромной люстры на крыше оснащены поворотным механизмом с электроприводом для удобства управления. Спереди установлены корозащитные стропы, чтобы не побить стекла ветками при езде по лесу. Сделав выхлопную систему этого автомобиля, купили вот такие вот накладочки для того, чтобы не обжигаться, выходя иззади двери. Вот верхние это купленные, а нижние, они увеличенные, мы их решили изготовить сами. Попробовали, получилось, и получилось даже лучше, чем, скажем, заводские. В этом автомобиле сделана была трехслойная шумоизоляция, полная шумоизоляция, также для звука. Здесь были установлены два сабвуфера, это вот эти Alpine, здесь же стоят два усилителя четырехканальных, то есть музыка сама была вообще выставлена только на Alpine. Кто сказал, что с собой на охоту нельзя взять хорошую музыку и прочие блага цивилизации? Например, интернет или навигацию. Все это также было установлено в автомобиле. Системные блоки спрятались в багажнике, рядом с аккумуляторами и компрессором. Салон автомобиля был весь перешит, обшивки дверей, торпеда, торпеда адмакетирована, сделана форма, вот большой экран, отделка здесь, натуральное дерево. Дерево вытачивали вручную, полировали, шлифовали, красили. Торпеду перешивали в кожу NAPA, такую оригинальную отстрочку сделали, поменяли анатомию руля, также перешили в кожу. Если воспринимать этот автомобиль как сугубо утилитарное средство для охоты и рыбалки, то, конечно, кожа NAPA может быть и лишняя. Но сама по себе кожа решение скорее практичное. Поездил в выходные по лесам-полям, заехал на мойку, почистил, и уже в понедельник на этом же внедорожнике смело едешь на работу. Чистым и представительным. Да еще и оригинальным на вид. Справедливости ради стоит сказать, что Гелендваген сам по себе машина легендарная, стильная и яркая. Несмотря на свою строгую и лаконичную внешность. Изначально он создавался как армейский внедорожник. И, конечно же, не имел ничего того, чем могут похвастаться его современные потомки. Ни электроникой, ни мощными моторами, ни богатой отделкой. Посему даже сейчас найти настоящий австрийский военный гелик – счастье для любителей трофи-рейдов. Но для кого-то важен комфорт и динамика. Для таких и строят подобные автомобили, как этот. Оригинальная внешность, отличная проходимость, дорогая отделка салона и мощный двигатель. Идеальный коктейль для настоящего мужчины. Стас, ну ты не первый раз занимаешься в нашей программе. А то ты нам привозил свой СААП 9.5, да? А это уже, я так понимаю, твое творение. Да. Прекрасный автомобиль Мерседес. Ты знаешь, у меня вызывает очень смешанные чувства. Вот честно. С одной стороны, в моем понимании, гелик должен быть классический. Ну, то есть вот черный, да, полностью вот выдержанно, как бы вот эта вот гамма, да? Либо он совсем должен быть в трофи-рейды уйти. А здесь как-то, ну, унисекс и то, и другое. С одной стороны, металл вот этот вот, как бы очень брутально, да, даже полы из металла, кстати, холодно. Трубы вот эти вот сзади выведенные. Ну, то есть, я пока не понимаю, он вызывает у меня очень смешанные чувства. Вот расскажи вообще, с чем, с чего начинался проект и чего хотелось? Ну, хотелось сначала сделать машину для охоты, для езды там где-то там в лесополосе, вот, для болотистых мест, для того, чтобы она могла тонуть эту машину, наверное, там ничего не будет. Вот, ну, а потом уже владелец, когда загнал уже к нам автомобиль, доверился нам, кстати, огромное ему еще раз спасибо, поверил, но я думаю, что я его не подвел. Ну, не жалко такую машину все-таки? Теперь жалко. Теперь жалко, да. И дошло дело до музыки, мы установили здесь очень серьезную музыку. Потому что, когда я ездила на трофейной машине, ну, там все по-другому. Там вообще мясо, там нет ничего, там реально все в металле, и все выключатели, вся электрика, она находится на потолке. Причем мне даже удалось нырнуть на этой машине, я купалась по серьге, полмиллиона просмотров в интернете, я утопила телефон, но я реально понимаю, что она очень сильно отличается от этой машины. То есть там огромное металлическое ведро, реально, в хорошем смысле этого слова, в котором есть руль педалей и все остальное металл. Ну, вот этот вот красавицу, жалко же все-таки в луже, вот тут кожа, рожа и все, вот это вот кунать, простите, в болото. То есть это, в принципе, такой лайт вариант, мне кажется, по маленькой лужице проехать, ну, максимум по колеса, и все. Нет, мы достаточно сделали его герметичным, то есть, как бы, двери, если не открывать, затечка, скажем так, воды происходит очень долго. То есть здесь все проложено, продуман вот этот вариант. Ну, зато очень приятно, когда заехав в болото по капоту, можно выйти, включить музыку, отдыхать, залезть наверх, там, можно сплясать наверху, потому что там достаточно крепкая конструкция, выдерживает очень много здесь, проверено. Ну, то есть автомобиль практически не убивает? Невозможно, я думаю, что его убить просто невозможно. И жить ему очень долго, потому что вот эта вот нержавейка, она это поспособствует. То есть он сваренный практически, каркас заново из нержавейки. Нет, ну, он очень приятный, вот мы покатались здесь 15 минут, да, вот если чуть побыстрее поехать, в принципе, на нем, мне кажется, ничего не страшно. Единственное, конечно, когда вы катаетесь по таким, такого рода, там, грязевым или снеговым вещам, да, все-таки хочется, чтобы не, ну, нужно не отвлекаться от руля, потому что малейшая не туда, и сразу машина идет в занос, ну, и можно так с дорожки позвучить, в принципе. А так, главное, две руки на руле и вперед, в принципе. Вот для меня сегодня тоже своего рода открытие, я первый раз в жизни катаюсь на Глентвагене, и, честно говоря, сколько слышала и за, и против, ну, вот, я, наверное, все-таки больше склонюсь к за, чем к против. Все-таки, дорогие друзья, если очень хотите, то мечты сбываются. Вот, хотела бы покататься на Глентвагене, на самом деле не ожидала, покаталась. Поэтому главное это мечтать. Ой, ой, песня, песня. Ну, где еще встретишь Каренину на Черном Киеве, в карьере, в 40 километрах от Москвы. И в жуткий холл. Нет, ребята, все-таки звук у этого автомобиля прекрасный. Особенно, когда летишь по заснеженному карьеру, и ощущения такие, я сейчас на Стаса глаза смотрю, когда же мы улетим? Или не улетим? Стас, спасибо огромное. Передавай привет владельцу. Правда, очень хорошая, сбалансированная машина. И хочу тебе сказать, как конструктору, что называется, доработчику точнее, да, этого автомобиля, мне кажется, ничего лишнего, все как-то вместо. И все под человека того, который ездит. Потому что люди могут быть разные, да, кому-то нравится, кто-то говорит, плохо, кто-то говорит, хорошо. Но когда человек что-то делает, и имеет автомобиль не такой, как у всех, мне кажется, это уже достижение. И не слушайте никого. Мне кажется, на стандартных автомобилях ездить довольно скучно, но будет неинтересно. Поэтому, если вы все-таки хотите что-то поменять, то, конечно же, лучше доделать автомобиль и получать колоссальное удовольствие от того, что вы не такой, как все, и машина у вас не такая же, как у всех. Спасибо большое. Я жду тебя с третьим автомобилем. Будет? Скоро уже будет. Вот и все. Наше время истекло. Это была программа Тюнинг Ателье. Меня зовут Катя Каренина. Увидимся на дорогах. Пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!